Сегодня мы поговорим о тепловом двигателе, но при этом мы не будем разбираться ни с двигателем внутреннего сгорания, ни с паровой турбиной, ни с двигателем стирлинга. Вместо этого мы обсудим работу простейшей модели теплового двигателя, но принципы ее работы воплощены и во всех остальных тепловых двигателях. Наша модель теплового двигателя состоит из стеклянного цилиндра, в котором может почти без трения двигаться поршень. Этот цилиндр соединен трубкой с алюминиевым сосудом. Сосуд заполнен воздухом и плотно закрыт резиновой пробкой. Воздух в сосуде будет то сжиматься, то расширяться, так что поршень при этом будет поднимать грузы с нижнего уровня на верхний. Любой тепловой двигатель предназначен для превращения тепловой энергии в механическую работу. Сейчас сосуд с воздухом погружен в холодную воду со льдом и поршень находится на нижнем уровне. Перекладываем на него грузик и помещаем сосуд в горячую воду. Воздух в сосуде расширяется, поступает в цилиндр и толкает поршень наверх. Сгружаем грузик на верхний уровень и наш двигатель совершил первую порцию механической работы. Чтобы поршень вернулся в исходное положение, снова опустим сосуд в холодную воду. Воздух при охлаждении сжимается, поршень идет вниз и снова готов принять следующий груз. Опять опускаем сосуд в горячую воду и поршень начинает подниматься вверх, во второй раз совершая механическую работу. Поршень поднимается все выше и достигает верхнего уровня. Можно снять второй груз на площадку. Снова опускаем сосуд в холодную воду и поршень постепенно опускается на нижний уровень. Так что можно переложить на него следующий груз. Опять опускаем сосуд в горячую воду и поршень в третий раз поднимается вверх, поднимая груз и совершая механическую работу. Вот он достиг верхнего уровня и можно переложить на него и третий груз. Опускаем сосуд в холодную воду, и поршень опускается в первоначальное положение. Наш двигатель снова готов совершить очередную порцию работы. Вы уже поняли, что для работы теплового двигателя необходимо наличие разности температур, которая создается нагревателем и холодильником. И еще у нас есть рабочее тело, которое попеременно приводится в контакт то с нагревателем, то с холодильником. В нашем опыте в начале цикла рабочее тело имело температуру холодильника. Затем мы привели его в контакт с нагревателем, оно получило от него некоторую тепловую энергию, расширилось и за счет этого расширения совершило механическую работу. Теперь мы приводим его в контакт с холодильником. Оно отдает некоторую тепловую энергию, сжимается и возвращается в исходное состояние. Надо заметить, что рабочее тело получает от нагревателя большую тепловую энергию, чем отдает холодильнику, потому что именно за счет этой разности по закону сохранения энергии и совершается механическая работа. Разберемся подробнее с рабочим циклом нашего двигателя. Для этого мы подсоединили к нему два датчика. Во-первых, это датчик давления, которое будет измерять давление в сосуде с воздухом. Во-вторых, это датчик перемещения. Нитка от поршня перекинута через блок, а на другом ее конце подвешен груз, уравновешивающий поршень. Совершим рабочий цикл и посмотрим на графики зависимость давления воздуха под поршнем от перемещения. Сейчас сосуд с воздухом находится в банке с холодной водой и давление в нем равно атмосферному. Помещаем груз на площадку и давление возрастает, а объем незначительно уменьшается. Теперь переносим сосуд в банку с горячей водой. Воздух при нагревании расширяется, а давление остается постоянным. Снимаем груз с площадки и давление снова падает до атмосферного. Переносим сосуд в банку с холодной водой. Воздух охлаждается и его объем уменьшается при постоянном давлении. Диаграмма нашего теплового двигателя по форме близка к параллелограмму. За один рабочий цикл наш двигатель поднял груз весом 0,5 Н на высоту 3 см и совершил при этом механическую работу в 0,015 джоуля. Но работу теплового двигателя можно посчитать и другим способом, рассматривая график зависимости давления от объема. Основание этого параллелограмма — это изменение объема воздуха. Оно равно произведению площади поршня S на высоту его подъема h. А высота параллелограмма — это добавочное давление, которое создает груз, положенный на поршень. Чтобы найти это увеличение давления, надо вес груза Mg поделить на площадь поршня S. А теперь рассмотрим площадь параллелограмма. Она равна произведению его основания на высоту. При перемножении площадь S сокращается, и мы получаем MgH, то есть совершенную за цикл механическую работу. Из этого ролика я узнал, что в каждом тепловом двигателе есть нагреватель, холодильник и рабочее тело. В этом автомобиле стоит обычный двигатель внутреннего сгорания. И понятное дело, что роль нагревателя и рабочего тела выполняют раскаленные газы, образующиеся в процессе сгорания бензина. Но где холодильник? Что-то я его здесь не вижу. Помогите мне разобраться с этим вопросом в комментариях к этому ролику на YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok